Понравился концепция личной безопасности Ваюшин Константин разрабатывал И он говорит, что невозможно достичь 100% Никто не может, мы все живые люди Скользнулся на какашке и расшибся Он так сказал, что повышается только процент выживаемости И вот если какие-то критерии появляются То просто повышается процент Если тело у тебя здорово и оно заболело То оно быстрее восстановится, скажем так А не то, что если ты спортсмен И как ты говоришь, зарабатываешь на этом Один из аспектов, скажем так То ты к Олимпиаде должен подгадать к определенной точке Чтобы ты вышел в наилучшей форме То есть это другая методика подготовки И поэтому вопросы вот эти Если ты тренировку пропустил, не пропустил Что будет, не будет Вопрос стоит Уже так он просто не стоит То есть вопрос о цели А как ты туда доберешься Это вот Мы перед тем, как видео, да Говорили по поводу Как на вершину забраться Как на вершину, да, забраться Можно покорить Гималайи, да Поднявшись по самому сложному маршруту, да Результат, да Я покорил Гималайи А можно покорить Гималайи Просто вот так, да Обходя его вокруг И вот так по спирали поднимаясь Спокойненько Но ты тоже, в конце концов Никто не может тебе сказать Что ты не покорил Гималайи Ну Никто А как? Ты же наверху, наверху А как ты туда попал? Ну, можно с вертолета, да, наверное Или как бы спуститься Все-таки вот, наверное, вот Когда мы делаем это Постоянно и регулярно Мне так слово, да, понравилось Постоянно и регулярно Да Постоянно и регулярно Одно и то же, нет? Нет Регулярность может быть Раз в неделю, три раза в неделю Как бы Утром, вечером А постоянно то, что это мы делаем вообще Вот это регулярно Да, период Ну, вот Постоянно и регулярно Пускай это будет, как говорят По 20 минут, два раза в неделю Но постоянно Но постоянно То есть на протяжении Не будет ток Да Чем это будет Каждый день по 5 часов В течение всего месяца А потом перерыв на А потом перерыв На 2-3 месяца На 10 лет Да Ну, опять есть Так хорошо в этом разбираться Да Кипятку сейчас добавим Хорошо в этом разбираться Не включать слишком Нормально Нормально Много снега идет То тебе надо больше ходить Да Если он меньше идет То ты прошел И следы Ну, как бы Тропинка у тебя останется Или она Ну, вот как Время проходит И у тебя знание Ну, если тропинка Тротоптана Да еще В снегу Время То даже если будет Снег падать Тропинку будет все равно видно И по ней Снова будет легко пройти Понимаешь о чем? Я понял, да Ну, ты прошел Следы И раз И потом нету следов Время прошло Значит, ты прошел Один раз По этой тропинке Тебе надо Больше пройти Тогда Утрамбуются Эти знания И они Даже спустя Месяц Два Три Они у тебя есть Ну, следующий уровень Какой мне понравился Да это все Такое ощущение Что все известно Ну, все известно То есть Ты не знаешь Что ты не знаешь Ты знаешь Что ты не знаешь Ты знаешь Что ты знаешь И ты вообще Слушай, а вот я хочу Не знаешь Что знаешь Бессознательная компетенция Давно я задумывался Над этой темой Но я тоже пытался О ней Поговорить с кем-то Ну, говорил Но не на видео На видео не говорил Пытался даже Ее как-то записать Тема Такая Мысль Которую мы можем С тобой немножко Тоже обсудить Называется Три единства Вот я Изучал То есть Читал разные Философские Там Течения Там Религиозные течения Во многих Прослеживается Вот эта идея И даже В боевых искусствах Прослеживается И даже в системе Воспитания Прослеживается Три единства Что это значит Допустим Не допустим А точно Это Физическое Интеллектуальное И нравственное Воспитание Не слышал ты Ну и как У меня педагогическое Образование Я когда Это читал Я потом Стал Первый Кажется Это английский Педагог А даже до него Это еще 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 Очень много Но потом Я увидел Что оказывается Еще до этого В известных Трактатах Религиозных Написано Отец и сын И святой дух И я тут задумался А как может быть Соединено Отец и сын И дух Опять три единства И физическое И нравственное И интеллектуальное И я Понял Что Стал А при встрече С Владимиром Цигуном Мастером Он мне сказал Что в Китае У ихнего Учителя У ихней школы Есть такое Китайским Иероглифом Записано Значит Небо Земля Человек Единение В единении То есть Тоже Три И я потом Сел Вот такая Мысль У меня возникла А ты мне Потом Скажешь Как Есть Зернов Зернов Значит Берем Берем Интеллект По большому счету Интеллект Это на первом месте Мне кажется Должен быть Почему Потому что Смотри Когда идет Китайское Небо В христианских Трактатах Там идет Отец Это По большому счету Отец Это кто? Небо Это что? Это вот наверху Оно Как бы Вроде бы Вот Такое Ну Имеет Интеллект Глобальный То есть Оно создало Все Что такое Отец Отец Всегда у нас Подразумевается Над чем? Чем Он опытней Значит он умнее У него интеллекта Больше Ну Сейчас все поменялось Нет Я не говорю Что это Ну вообще Вот так Если Ломаемся То есть Если я старше У меня опыт больше Учитель Отец И так далее Значит это У тебя больше опыта Ты умнее Интеллект Гораздо больше У тебя Чем у меня У ребенка У учителя И так далее Теперь смотреть Дальше Идем И здесь Получается Что интеллект Это и есть И отец Это и есть И небо Теперь Земля Сын И физическое воспитание Или сила Физическая Смотри Земля Земля Это в принципе Сильный объект Почему? Потому что Ну смотри На нем все растет Мы настанем на нем На земле Дома строятся То есть Это в принципе Сила Она дает Отсюда выталкиваются Растения Все Человек В принципе Появляется Это вот такой Организм силы Дальше Сын Сын По факту Всегда физически Сильнее отца Отец стареет Сын Крепче Ну по факту Я не по факту А вообще говорю По идее Так должно быть Потому что Сын Подразумевается Сила Потому что Он Может быть Не настолько Еще умен Интеллект Сколько у него Есть силы Больше чем у отца Ну как бы Сидит отец Он престарелый Уже Выработал У него ум Больше чем у сына Но у сына Еще ума Не столько Интеллекта Но зато силы Больше чем у отца Поэтому Сын Это есть сила Получается Земля Это сила Сын Это сила И Сама Конечная цель Ну Сила физическая А теперь нравственность Как Значит Небо Земля Человек Или Отец И сын Дух Святой Значит Человек И дух Это и есть Нравственность Нет Я что-то Не то Наговорил Ты сам Себя Запутаешь В общем Я к чему Хочу сказать Что Все Все Вокруг Вот этого Вертиса Просто Разные Названия Да Мы по-разному Называем В разные времена По-разному Назывался В разных местах По-разному Называется Если с точки зрения Педагогики Как физического Педагогики Как в школе Там говорят Так Мы развиваем Интеллект Мы развиваем Силу Мы развиваем Нравственность Если это Мы приедем В Китай Где какая-то Прослеживается Философия Дзен-буддизма Да Даусизма Это конфуцианство Там значит Говорится о том Что Значит Небо Земля Человек В единении Ну по-другому Природа Может быть Да Или природа В единении Ну живые Все живое А если мы Как-то Религиозные Какие-то Влазим Пути Там значит Вот отец Сын Как бы тоже И дух Интеллект Сила Ну к чему-то Привязывается К чему-то Привязывается Ну правильно Ты говоришь Что Надо сначала Если два человека Разговаривают Об одном О том же А понятийные У них Аппарат Не совпадает Они будут Говорить об одном О том же И непонимание Друг друга И доказывать Что это не так А вот Мое кунгфу Сильнее Ну ты Хоть Понимаешь О чем я говорю Я Наслаждаюсь Как ты мне сказала Вот мне очень понравилось Вот пять локтей Мне очень понравилось А вот твое вот это Я не понял Не дорос Да Я не дорос Вот это вот Твое вот это Вот пять локтей Понятно Сразу раз И долчились А вот это вот Тянуться куда-то Тянуться Да Мне это тоже понравилось Как бы Ну вот карате Это твердое Ну понятно Что может перемещаться Твердое Дзюдо Жидкое Айкидо Парообразное Но это не значит Что и в дзюдо Не может быть Твердого Как бы И парообразного Ну вот Ну как бы 20 на 80 Состоит Но тогда Как мне понравилось Есть джуджитсу И айки То есть Любой прием Можно выполнять Как айки Так и джуджи Джуджи Ну что знать Через силу Или через энергию Вот как ты говоришь Проваливать То есть можно Или Подтянул Или Провалил То есть айки Джуджи Действия одно и то же А смысловая нагрузка Разная Или исполнение Так что Тут вообще Чем Потом так Все понятно Становится А потом снова Так запутанно А потом снова Вроде понятно А потом снова Запутанно Поэтому Твердая Жидкая Парообразная И как только Понимаешь Газообразная Это типа Физические Законы Что ли Состояние Твердая Жидкая Ну ты же сказал Земля Небо Человек Твердая Жидкая Парообразная И под это Подводишь Как бы Таблица Менделеева Ну мне так Понравилось Скажем Поэтому Это не хорошо Не плохо Позадачился Нет Почему Не надо Мы же беседуем Для видео А кто будет Часами смотреть Видео Часами смотреть А я смотрю А что ты смотришь А порой бывает так Знаешь Можно смотреть Просто включают И сами диалоги Слушают Включают Ложатся И просто прослушиваются И засыпать Как хорошо Ну и Если наш тембр голоса Понравится Слушайте Бывает Так А мне не нравится Моему сыну Нравится Он слушает Одного журналиста Такого Он рассказывает Такой Ну как бы Исторические Такие факты Я сейчас вспомню Как его фамилия Постараюсь И Я спрашиваю Сыну Я говорю А почему Ты его слушаешь Все Он говорит А мне Его подача Голос Тембр Скорость Да Скорость Ну вот Раскладываешь На составляющие Мне прям Это так нравится Я прям Отдыхаю Прям Я слушаю И слушаю Мне прям Приятно Я вложусь То есть Не надо даже Смотреть На это Видеоролик Просто Ложишься И слушаешь Ну это Тон голоса Тон друга Тон волшебника Как это В школе Когда я учился В последнем Классе В десятом Не инструктор А как называется Кто подготавливает По математике Репетитор По математике Я к нему ходил Только за одним У него такой был Тембр Тембр голоса Он так рассказывал Что я просто Вот сидел Вот И у меня Глаза были открыты Но я спал Я отключался Знаю Ну это же классно Да И он мне вот Рассказывал Он так это Завораживающе Рассказывал о математике Я конечно Особо ничего не понимал Что у нас Но он так Это мог рассказать Что я Ну вот Мне просто Это вот Кайф был Я вот приходил И все Я уходил Вот в дзен Полный Медитацию У меня сейчас Все Я отключался И он мне говорит Рома Ты понимаешь О чем я говорю Я только вот так Но вот здесь Немножко не понял И он говорит Я сейчас тебе еще раз Объясню И он мне опять И так это был Один час Я уходил домой Восстановку Отдохнувший Отдохнувший Но он не напрягал Вот это вот Ну смотри Какой интересный подход Не напрягать Не заставлять Почему? Нет По-разному надо Иногда надо заставить? Нет Ну как Сталь куется Нагревается Охлаждается Нагревается Охлаждается Отрезается Складывается Ну была Как бы Нагревается Охлаждается То есть Ладно скажу Секрет Если была одна диета Она была бы одна Для всех Подходящая Поэтому Моя лучшая И меня вот эти мастера Тоже так радуют Я нашел супер систему Все Он нашел ее для себя Для своего тела Для роста Ты же преподаватель Как бы Ты тоже понимаешь Приемы есть Когда Высокий против маленького Руки длинные Руки короткие Ты тяжелый Ты легкий Ты быстрый И все Поэтому Как мне еще нравится Ты же с мячом Ну как Мяч Мяч Ну не мяч А мяч С мячом Баскетболисты играют им руками А футболисты ногами А волейболисты Так же мяч Но он другой Поэтому вот Возникает путаница Вы же Женоборственно занимаетесь Ну да А почему вот так вот А не так Ну как А вы же спортом занимаетесь Да А почему А это баскетбол Потому что Здесь надо в корзину попасть А это почему А это надо отбить Перекинуть Правила разные Все разное Команды разные И все тоже там Куча Единоборство Да А там же Так 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 Как мы говорим Спортивное Прикладное Там Оздоровительное Ну Это был Влад Макаров Это я был И кузница Айкидо Куйте Пока горячо Так говорят Куйте Да Чего там Куете Холодное Холодное Горячее Холодное Нельзя Ковать Рассыпется Поэтому Надо разогреть Пойдем Греться Мы вас Приглашаем Холодное Холодное